Приветствую на канале Техноарена! В этом выпуске я расскажу о лучших мужских смарт-часах в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа претендовали крутые бренды часов для настоящих мужиков – Swiss Military и North Age. Модель Дом 2 со всем своим швейцарским качеством отправилась в сад из-за дешманской матрицы в часах за 12 штук. Ну и еще кое из-за чего. Часы X-Track GPS ушли в закат из-за уникального GPS. Внезапно оказалось, что эта функция не может использоваться для навигации, плюс она сокращает автономность до позорных 6 часов на одном заряде. Понятно, что GPS быстро высаживает батарею, но не настолько же. В конечном итоге в очереди остался один претендент – Mibro GS Pro стоимостью порядка 7400 рублей. За неимением лучшего о нем и поговорим. Итак, что представляет собой этот блудный сын Xiaomi? А представляет он стильные часы явно мужского вида с безелем из нержавеющей стали, AMOLED-дисплеем с олеофобным покрытием и типовой диагональю 1,43 дюйма. В плюсы этого портативного девайса запишу более сотни предустановленных тренировок, куча циферблатов, поддержку GPS и NFC, наличие альтиметра и барометра, водозащиту 5 атмосфер и потрясающую автономность. По уверению производителя на одном заряде это живучее чудо техники может протянуть до 20 дней в активном режиме, а в режиме ожидания почти два месяца. Проверить это утверждение пока не довелось, приходится пока верить на слова. Что еще? А еще встроенный датчик и микрофон для телефонных разговоров и отличный дополнительный комплектный тканевый ремешок с металлическим карабином. И зарядка быстрая. И в общем, часы получились довольно интересными, функциональными и стильными. При этом претензий к этой модели в 100-500 раз меньше, чем к Mibro GS без Pro. Зайди в описание под видео, там тебя ждут скидочные промокоды для выгодных покупок. А заодно и ссылки на мужские смарт-часы из этого выпуска, которые ведут на лучшее предложение в надежных магазинах. На второе место топа нагло влезли часы Apple Watch Ultra 2. Да, чисто мужскими их не назовешь, да это скорее унисекс, но должно же быть в сегодняшнем рейтинге хоть что-то яблочное. Тем более, что Ultra 2 сейчас можно взять по намного более приятной цене, чем на старте продаж, примерно за 63 тысячи рублей. Постараюсь на протяжении пары минут относиться к этому чуду техники нейтрально. Не хочу петь дифирамбы смарт-часам, которые в режиме ожидания еле-еле вытягивают три дня. Но и язык не поворачивается ругать гаджет, в который умудрились запихнуть все, что можно и еще немного сверху, включая GPS, NFC, Wi-Fi и SIM, и 4G. И титановый корпус тоже ничего, и водонепроницаемость на уровне, и перед девчонками можно зарисоваться, небрежно засветив крутой гаджет от Apple. Правда, всегда есть риск нарваться на сомнительный комплимент. Симпатичная у тебя реплика, за две штуки брал? Не забудь подписаться на канал Техноарена, если интересуешься мобильными технологиями и гаджетами, задавай вопросы и делись своими мыслями в комментах. И не забудь поставить лайк на это видео. На третью позицию топа я определил относительно бюджетный гаджет DT Ultra Mate стоимостью около 7400 рублей. Отмечу, что у бренда DT Number One есть намного более доступные модели, но они в подметке не годятся часам Ultra Mate. Что же в них необычного? Во-первых, это одна из немногих моделей, умеющих составлять электрокардиограмму. Корректность работы подобных функций вызывает определенные сомнения, но их наличие уже несомненный плюс. У DT Ultra Mate есть и другие преимущества, например, полностью металлический корпус, отличная влагозащита по стандарту IP68, большое количество предустановленных тренировок и циферблатов, солидный внешний вид и поддержка беспроводной связи. И это далеко не все. Но, увы, есть у Ultra Mate и минусы, например, местами очень корявый перевод в фирменном приложении и других местах. Учитывая, что значительную часть своей продукции DT Number One продает в России, производитель мог бы и на нормального переводчика потратиться, а не доверять столь ответственное дело тупым роботам. Четвертое место досталось отличным часам Huawei Watch 4 Pro. За последние несколько месяцев цена на этот гаджет успела сильно просесть. Если на старте продаж часы стоили больше полтинника, то сейчас их можно взять примерно за 31 тысячу рублей. В этом устройстве все на уровне. И корпус из титана аэрокосмического класса, и сапфировое стекло на матрице LTPO AMOLED, и емкая батарея на 644 мАч, и мощный процессор Snapdragon W5 Gen 1, и поддержка беспроводной зарядки, и все остальное. Часы поддерживают не только Bluetooth и GPS с GLONASS, но еще и NFC, eSIM, Wi-Fi и 4G LTE. У Huawei Watch 4 Pro отличный микрофон и динамик, более 100 предустановленных тренировок и куча функций мониторинга здоровья и физической активности, включая даже снятие ЭКГ и оценку эластичности сосудов. Увы, не все опции актуальны для RF. Например, россиянам не удастся воспользоваться голосовым помощником SELIA. Впрочем, как по мне, виртуальный ассистент в смарт-часах не очень-то и нужен. В целом же Huawei Watch 4 Pro отличный гаджет, цена его только немного портит. На пятое место я определил часы OnePlus Watch 2, появившиеся в продаже весной этого года. Модель без поддержки eSIM в магазинах можно найти где-то за 23 тысячи рублей. Второе поколение смарт-часов от OnePlus отличается поддержкой Wi-Fi и NFC. Надежным стальным корпусом и сапфировым стеклом, мощной аппаратной платформой и защитой от влаги и пыли по стандартам IP68 и MIL-STD810H. Девайс работает под управлением операционки Wear OS 4 от Google, поддерживает сервисы крупнейшего поисковика планеты и практически все фитнес-функции, которые только могут быть в современных умных часах. На шестое место угодили смарт-часы Motorola Moto Watch 40. На российском рынке этот гаджет появился совсем недавно, поэтому пользователи с ним пока еще мало знакомы. Стоимость Moto Watch 40 составляет около 5000 рублей. Часы от Motorola отличаются прямоугольным дисплеем с матрицей IPS и корпусом на основе цинкового сплава. Девайс работает под управлением собственной операционной системы. Функции ответа на звонки нет, поддержки Wi-Fi, GPS и NFC тоже. Функциональностью эти часы не поражают, но от девайса за 5 кг много ждать не стоит. Плюсы Motorola Moto Watch 40 запишу приличную водонепроницаемость и хорошую автономность. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% за 20 с мелочью минут, а на одном заряде батареи часы могут протянуть до 10 суток в активном режиме. Что еще? Выглядит девайс стильно, работает шустро, весит всего 26 граммов. Вполне достойные бюджетные смарт-часы. И последнее седьмое место досталось тактическим экстрим-часам North Age Apache 46 стоимостью порядка 4400 рублей. Сегодня я уже забраковал один девайс от этого же бренда, но модель X-Track GPS действительно не тянет ни на первую, ни даже на последнюю позицию топа. И при этом стоит намного дороже, чем Apache 46. Так что же такого привлекательного в модели Apache 46? Во-первых, невероятно высокая автономность. У этих часов нет аккумулятора. Они работают на батарейке CR2032. Да, как на материнских платах ПК. И одной такой батарейке хватает года на полтора. Во-вторых, эти часы отличаются высокой ударопрочностью и хорошей защитой от влаги и пыли. В-третьих, у Apache 46 куча полезных функций. Да, производитель часов не делает ставку на фитнес-опции. Но у этого тактического гаджета есть все, что может пригодиться в длительном походе. Включая компас, альтиметр, барометр и даже функцию прогнозирования погоды. В общем, отличные тактические экстрим-часы для настоящих мужчин. И цена не кусается. Вот и подошел к концу очередной выпуск. Напомню, в описании тебя ждет скидочный промокод для выгодных покупок и ссылки на все мужские умные часы из этой подборки. Не забудь поставить лайк, если этот выпуск тебя заинтересовал. Поделись своим мнением в комментариях, напиши, какие смарт-часы тебе больше нравятся. Подпишись на канал Техноарена, если не хочешь пропустить интересные видео. Спасибо за просмотр, встретимся в следующих выпусках.